Проходили соревнования в новом спорткомплексе «Локомотив», где уже полгода работает зал тяжелой атлетики и пауэрлифтинга. Здесь же находится основная спортивная база Уссурийской Федерации. Команда участников собралась на порядок больше, чем обычно. 100 атлетов против прежних 60, много новичков и представительниц слабого пола. Это самое неожиданное было, что обычно 4-5 человека, одна категория хотел сделать. Получилось так, что больше 10 девушек и делали 3 категории девушек. Наталья Басенко пришла в зал вслед за мужем. Сама раньше силовыми видами спорта не увлекалась. Но супружеская помощь в развитии постепенно переросла в собственные успехи на помосте. Сегодня Наталья – победительница турнира. Понравилось, интерес появился. Один раз пригласил Сашу выступить. Стимул пошел, заняла второе место, захотела первой стать. Победу в своих категориях заработали Маргарита Ким и Анна Колодяева. Впервые участвовали в соревнованиях представительницы спорткомплекса «Дружба». Девчонки занимаются недавно, но планы у них самые грандиозные – стать не более, не менее, а мастерами спорта России. Впечатления, конечно, боялась, но как бы себя переусердивала. Все. И добилась результата. В командном зачете победили атлеты Михайловки. Они и стали обладателями Кубка Уссурийска по пауэрлифтингу. На втором месте студенты ДВФУ и на третьем – команда ТМК. В середине апреля в Уссурийске состоятся крупные соревнования по силовому тройборью. С 10 по 14 апреля в спорткомплексе РЖД пройдет первенство Дальнего Востока. Среди юношей 13-18 лет.